Плеер, блин, вообще снова надуманно отпускать. Тогда давайте переходите к драфтам решающей карты этой серии. Gaming Gladiators против Tundra. Узнаем, сделали ли команды выводы. И самое главное, кто победит, тот пройдет в гранд-финал. Встретится с командой Liquid. И сегодня мы узнаем, кто же поднимет долгожданную эгиду, по крайней мере, этого соревновательного сезона. Так, Лондруид в бане. Поздравляем. Нага снайд и блокер также. Осталось 10 секунд. Получается, отдали Сент-Кинга. Сент-Кинга отдали. Что, сценарий первой карты? Ну, Сент-Кинг страшный герой для меня. Очень страшный. Да, я бы нагу выпускал бы. Нага страшный. Не страшный как будто. Ну, честно, да. Честно. Но мало ли еще у них там в голове. Мы тоже не все знаем. Вот он, Скорпион, появляется у нас на экранах. Вопросы. Какой ответ придумают на это все гладиаторы? В прошлый раз это было VR плюс шеде. Ох! Грамотно. Ох! Как вам такое разуме? Они знали то, что они забанят. То, что Эйс очень много неприятностей принес для Тундры. И не только в том плане Ауры покупает сильные линии, но по макро сложно. Герой качается, ставит портал. То есть вы можете командой напасть на одну часть, потом поставить портал на другую. Герой уже сетапит. Тяжело играть по макро. Герой не просто в исполнении в целом. Но нужно на нем шарить. Что делать? С Андерлордом вот гладиаторы самая выделяющая команда, которая очень хорошо играет. То, что у них больше Эйс всегда один занимает карту. Ну, верхнюю карту. И они вчетвером всегда двигаются вместе. И Андерлорд такой герой, что ульту нажал и в пятером оказались. Они всегда числа приносят, намбер, как мы там в своей команде говорим. Хаффлейнер-одиночка, которая может оказаться в нужном месте в нужное время. В принципе, да, для гладиаторов такая стратегия. Подходит вопрос, как она будет развиваться дальше. И что, они реально чены отдадут опять? Чейн. Чейн. Думаешь, опасно? Опасно. Всегда опасно. На первой карте опасно было? Да, опасно. Просто они плохо сыграли. На бумаге опасно было. В теории. Ну, им руинили опять же. Осталось 10 секунд. Блин, может время экспериментировать. Я, конечно, понимаю, что метр-эйнджовых керри, ну вот он, Андерлорд. Урсут, да? Вот просто сделайте им так, чтобы он 0-3 вышел. Вот это же реально. Да, там челы настолько потные. МК сами запоминали. Очень потные. Урсу бы, да? 18-го. Да. Но уж тебе, на самом деле, тоже это надо уметь. Урсу сильно пофиксили, ребят. Ну-ка, и что там? У него там талант на 15-м сломанный был, который стаки вешал. Ммм, было. Да. И в целом что-то ей еще подрезали. О! О, анча. Ах. Вместо чены ханча антраса. Это, кстати, грамотно, потому что украли. Да. Польша тут не приоритеты героя, а то, что украсть, потому что они бы сами взяли. В принципе, опять же, неплохо. Мне, честно, бан Рубика не нравится. Лучше бы Тускаро какого-то сакси забанить, которое... Рубик это для Топсона больше бан? Может быть, но... Чтобы не украл, да, два сильных спелла у него. Ну, анча, если скрипом придет нами, то там Рубику, он Рубик ничего не сделает. Это тоже свои минсы есть. Как будто Клака, либо Тускаро. Больше... Валюбл. Это бан. Ну, посмотрим. Коу-кэрри мы хотим против Вандерлорда, кроме Утурсы. Пашок предлагает, чтобы попробовать все-таки закрыть его, как старые добрые. Кто еще закрывает? Манки Кейн хорошо закрывал, но они сами забанили. Туск. С СМИЛИЧНИКом хорошо стоит. О, ССФ, кстати. Ой-ой-ой, пошла-пошла-пошла. Мипа, мипа, мипа. Самая дешевая. Самая худшая выпала. Беда. По крайней мере, у него есть возможность вообще открыть и прокрутить. Давайте начнем с этого. Молодец, да. Кому-то три сундука, кому-то один. Сейчас надо Вайтмону, пятерку, найти. Хорошую. Рэнжа хочется? Ну, это возможно Вайтмон Туск. Да, и можно просто добрать героя Сакс. Тогда флекс-суппорт нужен. А из таких только Снефайер осталось. А ну, как вы видели, Сакс больше любит на хайлайт-героях играть. Тот пуск, где Триспал нажал, сноу-полз. Кстати, я очень долго думаю, 20 секунд осталось. СД. Фу! Ну, просто база. Не сказать, что что-то сверхъестественное, да. Этот постакает, этот в легкой. Тот зафарм. Ну, знаешь, на НЧ всегда в кайф приходить в СД, потому что он идет тройку стакать, и настакивает тебе еще большой кемп. Ты всегда идешь, ты, типа, выбираешь, да, кого крепать тебе наилучшего взять. И в целом у НЧ плейф больше. То есть СД должен предугадать, что будет делать НЧ, чтобы заранее быть готовым. НЧ засекюрить легкую, по базе пойдет в мид, поставит вард в вражеской тройке. Потому что может. Ну, в любом случае, у Тундры есть НЧ-плееры, так что они могут прогнозировать, что будут делать их оппоненты на НЧ, а здесь появляется Алхимик. Алхимик снафер, походу. Они так распикывали. Интересно. Я, честно, думал, что появится какой-то ДК. Ой-ой-ой. Батрейдер для Тофу. Вероятнее всего. Еще флекс есть на мид, но Алхимика. Надеюсь, не будет райдера. Украли у Тобсона. Хорош. В предыдущей игре, если я не ошибаюсь, на первой карте ребята играли, у Тундры Тобсон играл на Алхимики, они проиграли, а вот вторую игру Гладиатор уже забрали его себе, ну и там, соответственно говоря, победили. Так что раньше он был у нас в банах, сейчас его выпустили в пике и появляется у нас тут ДУ. Очень хорошая игра для Дума. Да, это как первый я говорил, то, что если взять Дума и СК вместе, то некому в Доту играть. Кто будет в Доту играть? Это реально чуть ли не фри для Думы. Согласен. Надо пережить просто. Фри, да, но вас могут задавить жестко. Роман задумался, так сказать. Задумался. О том, что будет происходить. На Думе. Все, извините, я все сказал. Окно шуток открылось, немножко сквозничком повеяло. Чем мы хотим дополнить драфты и какой драфт вам импонирует больше на данной стадии распиков? Декаут, не знаю, банить надо или нет. Как выглядит Фиру. Осталось 10 секунд. Декап Юру? Да. Вивер все еще хорош. Мало станов на линии. Ну, только треспол питаясь. Но это не считается контролем сильно. Луна хорошая. Луна была бы хорошим дополнением в драфт Тундры, потому что она и в начале может подключиться, и с ней можно плей подделать. Вопрос, что мы будем делать, если у нас СК, и тот и тот хочет фармить, брать активного героя Пьюра и как-то разыгрывать early game? Ну, Тобсон, конечно, стоял против вайпера в прошлом, и от безысходности шел гангать. А будет ли он это делать, если ему будет нормальная линия, непонятно. Вопрос хороший. Любой рейнджевик нужен Пьюру. Я думаю, Сакси просто отдадут Шадоу Демона, настакает для Санкт-Кинга, ибо Вивера забанили. Пангалер все такой же хороший для гладиаторов. Да. А нет ощущения, что если сейчас вайпер не забанится, то он будет опять стоять против вайпера? И я, честно, не вижу. Вайпер влево? Ну, да. Просто в этот раз не умереть Кентавру или снова на миде. Нормально, но тот же пангич тоже крут. Он катает тут всех, типа, ничего ему не сделать. Физы нету, никакой. Дровка осталась, Клинкс, Лина. Ну, а как они в дот-то будут играть? Ну, да, есть такое. Могут ДК просто взять и есть пангич. Базовый Антон с Элари пойдут в портал на 5-6 минуте. Чем им отвечать? СК пролетит, типа... Осталось 10 секунд. Если ДК возьмут, то там настрадают от бэтрайдера. Конечно. Сейчас. Мне кажется, надо ломать игру Утопсона при любых. Потому что два САПа таких больше за кем-то хотят идти. Утопсона, если против вайпера не будет игры. Дум довольно-таки жадненький герой. Пьюр тоже любит покачаться. Дум Кэрри. Я... Ой-ой, какой вылез. Как мне это нравится. Как же мне страшно видеть Сларка. Ну, как же мне это нравится. Как будто нового героя добавили, знаете? Вот такие эмоции внутри. Как будто свежий воздух, да? Ну, Пьюр прям смотрел в экран. У него наслаждение было, по крайней мере, в голове мысленно. Что вы скажете по поводу Пика Сларка? Насколько он релевантен здесь и вообще в мете? Сларк для него хороша стоит. Против Андера. А по игре? По игре тоже хорош. Тут не одного кетча хорошего. Но опять же, как я вижу, да, постоит линия. Пятая-шестая минута, приходит Энча с алхимиком в гейт, потому что у них тоже будет хорошая линия. И они, вот этот Сларк будет четвертого левела стоять, смотреть и такой, э, о чем мне делать? Ну, то есть я вижу, как гладиаторы тут будут темповать жестко. Вот реально, одна драка для Тундры, все у них будет хорошо. Я бы очень хотел, чтобы реализовался этот Сларк, посмотреть вот out of meta, так сказать. Мне кажется, Сларк – это та самая попытка сделать Underlord до 0.3. Да. А с кем он будет стоять? С Тускаром? Ну, как будто бы с Тускаром можно в него въехать. Вот это вот, подкатил, вот это вот закрыл. Да, и на МС-то типа, да, догнал. Но это риск, конечно же. То есть Сларка выигрыша, я давно не видел. Что-то не нравится мне этот крот, а? Лучше Пангалер. Панга был лучше, согласен. Он катает и Сларка. То есть Сларк же, вот вы же Пангалер-плееры, да? Насколько я понимаю, помню то, что если проехался мимо Сларка Пангалер и Сларк прожал первый спелл, то он все равно в стане стоит. Он не выходит из стана этого закатанного. Чего? Ну да, мне Сларк-плееры говорили, что неприятно против Пангалера. Ты на Пангалере, да, играешь? Нет? Ну, в любом случае, да, я понимаю, что неприятно, но я пытаюсь мудрировать ситуацию. Вот он проехал с ним мимо Сларка, Сларк прожал Дарк Пакт. Мимо или в него? В него, в него, это не мимо уже. Ладно, в него. Хорошо, давай, допустим. И он прожал Дарк Пакт, типа, должен выйти из стана, но он в стане стоит все равно. Такая механика, знаешь? Не уверен, кстати, с такой логикой он должен просто вот так вот туда-туда-туда-туда. Ладно, неважно. В любом случае, как говорит Василиса, мы поглядим, да, хочется болеть за тундру. Я за тундру, за Ромчика. Делай. Малик. Мне больше тундра нравится. Тут для Дума. Хорошая игра. И Санкинг тут. Окей, Паша. Ну, это последняя игра в этой серии, поэтому я просто за Рома и все. У меня нет выбора. Ух, дорогие друзья, наши аналитики сказали и сделали выбор сердцем. Болеют за тундру. А за кого болеть? Вам решать, конечно же, только вам самим. А мы передаем слово комментаторам и смотрим, кто же проходит дальше в гранд-финал и встретится с командой Ликвид и, возможно, даст бой. Да, драфты тут, конечно, получились очень необычные. Совершенно мы не привыкли видеть в мете Сларка, Квапу. Квапа хотя бы еще какое-то количество раз вылезала, а вот Сларк совсем уж редко появлялся. Но Сларк выглядит как отличный ответ на андерлорда, которого просто было невозможно пробить на предыдущей карте. То же самое касается Алхимика, которого сверху еще и закрыли Думом, который запрещает ему регениться за счет своего ультимативного спыла. И Квапа появляется на ласт пик от Глазиаторов. А может ли она выиграть линию Сент-Кинга? Да, я думаю, вряд ли ее на что прям загонять. Потому что Сент-Кинг, он поставит эту линию и все, и вернется в игру через лес. Опять же, да, у него там есть все функции. Мы сегодня видели, как Сент-Кинг Вайпера на линии побеждает. Ну, как бы не в плане того, что он поставил. Просто пошел, тут леса поформил, тут леса поформил. Кент-Ауэр приходит из леса, забираешь просто этого Вайпера. В общем, против Квапы намного легче, чем против Вайпера стоять, поэтому нормально будет. А по поводу Сларка мы и третью позицию увидели, и четвертую позицию увидели от Ксин-Кью. Но не первую. Ну, да, тут наконец-то первая позиция, посмотрим, как Пирс справится с этой ролью. Но мне кажется, что если брать неэренджевые варианты, то очень многие решения могут быть неожиданными для команды противника. И именно на этом получилось у Тундр сыграть. Мы видели эту стадию банов, которая улетала. О, у нас даже интервью с тренерами и на третью карту было заготовлено, друзья. Так что давайте отправимся на сцену и послушаем последние слова тренеров. Замечательно, наконец-то. У нас два тренера. И две команды готовы к третьей игре. И они покажут нам шоу. Итак, джентльмены. Вы оба невероятные тренера. Я хочу дать вам возможность просто поговорить в последний раз. Вон, Мендер, что бы ты хотел сказать? Спасибо за игру, мы с тобой победим. Есть ли какой-то ответ? Я думаю, что игра покажет. Так, ребята, я знаю, что вы друзья. Пожмите руки, если хотите. Перед тем, как мы перейдем к игре, что бы хотели сказать фанатам? Надеюсь, что мы справимся. Потому что когда мы проигрываем, Топсон плачет. Надеюсь, Топсон не будет плакать. Что ж, Топсону придется очень сильно постараться, чтобы не расстраивать свою дочку. Здесь игра, друзья, за выход в гранд-финал. И кто там окажется, мы узнаем буквально в течение следующего часа. Это драфты, конечно, огненные. Игроки собрались лучшие в мире. И будем надеяться, что эта битва будет невероятно жаркой. Как же Топсон здесь просто всю пачку забрал. Четыре крипа уже на его счету. Сейчас без шансов. Еще и динайд утренжевых. Ну, в общем, да, я думаю, Сенкин тут отлично постоит. Что, да, третья решающая карта. Ну что, гладиаторы смогут повторить результат прошлого года попасть в финал? Или все-таки тундру победителей 22-го года у нас туда пропустят? Очень много вопросов и очень мало ответов, конечно. Конечно, гладиаторы на интернешнале еще не могли показать себя в прайм-форме. Здесь они оказались в лузерах достаточно поздно. Очень уверенно до этого шли по турниру. И групповая стадия у них начиналась такая с разгонщиком, как гладиаторы любят. Но потом они начали в плей-оффе выносить противника за противником. И достаточно легко с каждым все было. Тут у нас, кстати, у Кьюра проблемы с КП были. Надо бы ему отрегениться. Кажется, ресурсы на линии закончились. Что-то уже везет себя Курьером. Жесткий размен идет. Но до шестого левела в любом случае разменилось и будет трудно. К Юру придется дождаться своей ультимассивной пассивки. Так, попасть здесь уже на субботлом. Как раз в Курьере сейчас подъедет. И там на второй минуте уже будет вязать там руды воды. Пока все пассивненько. Ну, как по мне, гладиаторы на таймере. Потому что если, опять же, у Алхимика игра не суперкруто пойдет. И он долго будет фармить свои артефакты. То в Лейте, опять же, это Дум. Два Сларк, опять же, два хороших пассива. Фактор Сенкинга. Это все сыграет. Потому что герои не суперсильные у Джиджи. Да, и меня очень пугает, что у Драчьева в один момент может вообще игра закончиться. Потому что самая большая сила Алхимика это его ХП-реген. У Дума переработанный ультимейт делает так, что у тебя никакой реген не проходит. Ни от фонтана, ни от скиллов, ни от других союзников. Просто ты не получаешь никаких скиллов. Опасно. И кажется, у Драчьева начинаются проблемы. И он заденаился бутылкой, не отдавая фраг противнику. Зато у Тофа получилось разобраться с вражеской пятеркой. И поэтому ФБ уходит ему в копилочку. А на Бэтрайдере всегда хочется иметь очень много денег. Да, хорошо, тут вышли на Алхимика. И очень грамотное решение, может быть, даже заденается было, чтобы опять же с ресурсами прийти. Конечно, конечно. Других вариантов не было, мне кажется. Либо ты тратишь кучу времени, топая на базу, либо стоишь на линии и в один момент тебя все равно заберстят и убьют. Так что лучшее из возможных решение от Драчьева. Да, у Сларка проблема все-таки вырисовывается. На Топсона очень хорошо линию свою стоит. В принципе, крипов всех тут добивает. Еще в леса можно будет уйти там левел или на пятом уже сделать себе стак и подфармить. В общем, все неплохо. Сларк должен будет по игре потом переигрывать таких плотных героев, как Алхимик, как Андерлорд. Но прямо на линии многим он проигрывает. Уже урона у него мало, каких-то прямо нюков сильных у него и нет. Дарпак ты всегда оставляешь на то, чтобы скинуть с тебя что-то. Так, и тут попытка Селлари пробить от Сакс. Селлари все равно регенится сильнее за счет Нейчера Тенденса. Несмотря на то, что он всего лишь первого Лэлова. Да, эти мэнчаи хороша, потому что она не приседает по расходнику. Постоянно идет с тобой в размен за счет хила своего. Шишки, шишка еще неприятная тоже, которая гоняет здесь Рамзес. Рамзес 11-2 пока идет и такой дает довольно фрилайн для Алхимика. Дранкен Бадис баф повесил на союзника. Пытается помочь Рамзесу выйти. Здесь Сакс и Селлари начинают все-таки рисковать погибнуть. Сакс и Селлари размениваются с вражеским саппортом. Но Думу спасти не вышло. Да, и Ферик еще есть. Тоже можно будет прожать. Кстати, тут еще и Руна Богатства заберет. Надо до базы бежать. Тут других аутов нет. Ботинок себе покупает, Фласку покупает. Паста, паста! Шишка! Шишак! Ну, последняя тычка от Шишака. Давай, пытался убиться об крипов, но эти големы очень не хотели подыгрывать. Так что Селлари заполучил свой фраг прямиком из таверны. Да, хорошо, доиграл ситуацию до конца. Это очень важно. Селлари – это одна из самых страшных хэнчей, которую можно найти на просцене. У него очень много игр на этом герое. И раньше она была вместе и буквально не вылезала из драфтов команды GG. Но теперь начала она появляться пореже. Три героя на топе. Три героя на топе. Покажите, там тоже у нас война идет. Покажите, здесь на протеста. И да, заберут. Как же больно Эйсу. Тут без шансов на выживание. Вопрос скорее, получится ли кого-то с собой забрать. И Тофу. Пытался у Тофу нанести достаточно дэмэджа, чтобы Саксу пробить. И Дума. Так он отошел. И Дума тоже тут внизу получается накостыляет. И кажется, у нас размена будет по разные стороны карты. Очень активное начало. И Тофу, видимо, спасется. Потому что у Саксы не хватает скорости передвижения, чтобы его догнать. Но все-таки стаки яда были настаканы. И Вайтмундс выхватил ему дэмэджа, чтобы разобраться. Там Дранкенбадис как раз мулспид дает. Поэтому нормально. 4-3. Но экшен начинается у нас довольно неплохой. Как дела у нас на миде? Квапа фармит пока. На равных. Да, там Саксы кинка в лесу просто. В лесу зашел. Как раз пятый уровень. Саксы тут все подфармят. А тут шишка, смотри. От Инчи опять пришла. Кошмарить. Кошмарить. Противная. Что Томпсон будет играть? Опять, наверное, был Саксов первым артефактом. Так, есть. Опять здесь может стоять. Нет, не хватает тут рейджа, чтобы Пьюр запрыгнул и цепанул. По Тавру лучше не лезть, по крайней мере, пока шестого левела не будет у Сларка. Там Квапа просто. Она всегда может протануться. И как раз она там тоже плюс-минус шестой левел скоро получит уже. Да, вот получила только что. Тут пока Эйса получилось закрыть. Привязали его. Саксов может еще шардами закроет, если вдруг будет попытка убежать. Но хватает демеджа и так. Правда, ответа Квина тоже не заставила себя долго ждать. Кьюру большие проблемы с ХП. Пытается выйти, но под ядом. Скидывает с себя яд, но что-то его добивает. Тофу, по-моему, успел банку докинуть, и это его похоронило. И Саксу тоже дожгут здесь. Размен 2 в 2. Удивительно, что Квина получилось забрать. Казалось бы, он ворвался очень надежно. Выдал весь свой прокаст, но тем не менее взорвался. А Топсон на опережение пришел на эту линию. И за счет этого получилось как раз где-то все сделать. Если бы его не было, было бы довольно плохо все. Но, опять же, Сларк умер. Это очень хорошо. Там Квапа тоже умирает. Но Дроча фармит. Опять же, да. Все-таки здесь будем отталкиваться от Сноубола, который должен дать нам Алхимик. Но я буду ждать его именно в драке 5 на 5. Потому что мне кажется, что у него большие трудности будут с тем, чтобы найти свою игру. Несмотря на покупку Блокенбара, Блинка и Радика. Именно после таких слотов мы привыкли видеть его в драках. Здесь придется и о Линке заботиться. Скорее всего, еще кто-то в команде будет собирать Лотус. Просто что-то, чтобы останавливать этого Дума. Так, Квапа, Даггер. Даггер, Блинк. Крепить не так уж и просто. Кенат, да, здесь мало на него. Управа какой-то есть. Опять же, Сен Кинг там с Даггером и Сноубол. Все. Ну да, и, соответственно, Сларк. Нужен Блинк от Сен Кинга, и тогда Квапу можно будет ловить. А вот так вот на линии... Вряд ли первым артефактом будет собирать Блинк. Конечно, конечно. Здесь у него хорошо началась игра, поэтому я думаю, что быстрый Бластовым будет такой же, как и в первой игре, которую мы видели сегодня. И дальше уже можно попробовать либо пойти через Блинк, если будет казаться, что инициатива не хватает, либо собираться в ауры. И у нас, видимо, вновь атака на верхнем коридоре. Вайтмон очень быстро сгорел. К Юру надо отсюда выходить. У него до сих пор нет ультимейта, поэтому его жизнь в опасности. И дурачил сюда пришел. Смотри. Надо Тауэр забирать. Надо забирать Тауэр, поэтому все спортсмены на месте. Хотят быстрее законтролить, а тут и один вышку. Сен Кинг идет. Дум идет сюда. У него шестой левел есть. Он может сейчас кого-то накрыть. Эйса не надо. На него урона и так хватает. Возможно, Туфу топануть Куин. Какой стопол шикарный. Шикарный сноубол. Застейвил Саксов всех. Урона не получил ни один герой. И Тундра готова здесь разваливать каждого. Пока еще не тратит свой ультимейт Рамзес. Хотя мне казалось, что он как только увидит Куина, накроет его. Но может не дотягивал. Да, и Тобсон отменил. Так, опасно, опасно, опасно. Здесь может увидеть. Успел. Нет, не успевает спрятать. Там все равно каст тайм есть у Дизрапшина. Он не моментальный. И сразу моментально вниз. Моментально на Алхимик этот выпад. Тобсон уже идет. Он ультимейт не потратил драки. Может здесь... Ой, какой хороший тайминг здесь для Антона Драча. Скорее всего, он почувствовал то, что за ним погоня. Поэтому понимаешь, что надо уходить. А погоня за ним очень серьезная. Уже 3-4 героя бегут по его душу. И Вайтмун, если дотянется Дизрапшином, то можно считать, что Драча труп. Маны у него причем практически совсем нет. Ядом не попал, не просветил. Вот сейчас попадает. Но Тобсону надо цепану. И Тобсон кастует эпицентр под Дизрапшин. Дизрапшин уже свое дело сделал. И у Драча не остается ни единого шанса на выживание. Опять Снубол, опять живет. И опять Пит попался. Какой хороший пацейп от Эйс. Он своим Питов Меллиса спас жизнь Куину. И сейчас, скорее всего, разберется еще с парочкой героев команды Тундры. Но Тобсона только получилось ему забрать. Помимо этого еще и Вайтмона получилось убить. Но Рамзеса драки вообще не было. Не видели мы в деле его ульту. То, что Алхимику успели забрать, это очень хорошо. Ну, ради него и шли. Да. Но и Снубол шикарный тоже был. Выиграл еще какое-то определенное время. Но мы знаем то, что Сакс и его такие герои на милишниках, которые могут и демош вносить, и сейвить героев, это всегда импакт 150% от игрока. И мы видели его первую карту на Тускаре, где он тоже очень много успел сделать. И здесь тоже. Он очень хорошо чувствует этого героя, чувствует этот момент. Хотя иной раз можно Снуболом из руинить. Нет, у него всегда получается и противника задержать, и союзников спасти, и все сделать лучшим образом. Не дает дурачу разогнаться. Буквально 1000 голды всего лишь ведут. Это с Алхимиком в игре. И Сларк на 300 голды просто уступает здесь своему оппоненту по позиции. Это очень круто здесь именно для Сларка. И Квин опять тут начинает преследать по ХП, но здесь попытки убийства не было. Все-таки Токсон-1 нападал. Не получается просто у Глазиаторов найти безответных фрагов, потому что пытался Антон несколько раз подключиться в какие-то ганги, но каждый раз либо приходилось уходить, либо у тебя вообще героев убивали. Поэтому лучше, наверное, сосредоточиться на каче. Не очень понятно, как там по стакам вообще дела. Я вижу, что на тройке сейчас Алхимик уже обосновался. Значит, будет теперь Эншин-то фармить до тех пор, пока не появят у него и Рейдинс, и БКБ, и Блиндаггер. Пытается найти фарм, пока не получается. Нет, у стаков не вижу. Ну, может быть, они были, но зафармили уже, значит. Что, смоки сейчас нужны? Повязать смоки, попытаться какие-то пиков сделать здесь для Тундры. Это же, если Алхимика там где-то найти, будет вообще здорово. Но Пьюр фармит, Пьюра наладилась игра. Третий по Нетурсу идет, довольно все хорошо у него. Тундру устраивает, если игра будет довольно пассивной. Все-таки Сларк на слотах спокойно разбирается с Алхимиком. Здесь скорее Гладиатором надо искать какие-то убийства. У них есть Лассо на Бэтрайдере, у них есть Квинн с взрывным прокастом. Поэтому в целом, если чисто напасть, то можно забирать фраги и зарабатывать на этом. Рамзес они тоже видят, но Рамзес опасная цель. У него прыгнешь, и для Квинна это в один конец билет. Там сноубол будет, телепорт сразу от Сент-Кинга тяжело. Ну, получилось опять момент найти. Смотри-ка, Блиндаггер, видимо, вперед всего его собрал себе Сент-Кинг в этот раз. Так что Тобсон изменил немножечко свой билд в отношении этой игры. Инициировать надо. Надо цеплять папу. Все-таки просто Бороустрайком ее зацепить не так просто. А вот Блиндаггера это будет инстаконтроль. И вот получается сразу же реализовать этот Блинд. Находят Селари, хотят убить его. Квинн сюда тоже приходит. Но Селари такой себе таргет, конечно. Били-били его, Эпицентра отдали. А он в итоге практически фуловый вернет, как только закончится Nature Attendance. Дизрапшн, попытка посейвить. Так, отлично. Уходит Сакс. Вся ульта в него влетела. Четвертый песок. И просто у него полхп даже не потратился. Ну, в этом и сила инфекция. Так, а в этот раз к папу подцепили. Дранкин Баддис, но больше контроля нет. Дум-дум хочется реализовать. Ну, Блиндаггера сложновато у Рамзе Супрова. Песок палит. Песок палит здесь с Инкинга. То, что в Смаке прекрасно понимает. Топсон на руну счета забирает. Можно сейчас. Как вообще у Рамзе Супрова дела? Давайте посмотрим на его билд. Тут у нас дурачье осталось. Радик приближается. Тысяча голды где-то остается. Без Сакрита пока еще. Ну, тысяча голды это довольно большой срок все-таки. Двенадцатая минута уже, время поджимает. Тайминги не идеальные выходят. Он ушел в портал. Не знаю, пойдут за ним, не пойдут. Рамзес вроде колет этот мув. Ну, это довольно палевно может оказаться. Тауэр нужно это забрать. Этот тауэр действительно раздражает этот тир-1, который стоит у Джи-Джи. О, Рамзес практически готов к линк. 100 золота осталось. И он сможет иннистрировать в Квапу сам. Ну, или в Алхимика. В целом, искать Алхимика и пытаться убивать его. Примерно по таким чертежам пытались на протяжении первых двух карт действовать Тундра. Душить в первую очередь Антона. Я думаю, что здесь это будет к месту очень. О, Иса, кстати, далеко не такая шикарная игра, как то было на предыдущей карте. Здесь у него нет просто не впереди всех. Алхимик вообще не отрывается по фарму. Ты смотри, там было буквально недавно, я тебе говорил, да, там 200-300 голды преимущество. Сейчас, ну, 500. Но это совсем мало. Алхимика не трогают, Алхимика не убивают, он фармит. И все равно Сларк с ним наравне держится. Так это и по шмоткам тоже видно. Потому что обычно Алхимики на 12-й минуте все с Радиком. А здесь у него 1000 золота до Радика на 12-й оставалось. Ну, вот уже наконец-то почти добрался. Еще и богатство выкопал себе, но нужен буквально Крепочек. Ну, очень поздно. Ну, как бы не очень поздно, так средненько, но все равно. С Алхимиком такие мистайминги даже на минуту, они могут быть в какой-то момент непростительны. Потому что все-таки твоя задача это быть мощнее героя противника на слот, а может даже на два в мидгейме. Но в Лейте вы все равно будете уже драться на равных. И многим в этом плане Алхимика уже на поздних таймингах уступает. И вот Глендагер появляется и у Бэтрайдера. Мне кажется, что заинтересованы сейчас и Глазиатор, и Тундра в том, чтобы подраться. Но Тундре придется драться пятером, а Глазиаторы только 4 в 5 смогут. Потому что Алхимику, кровь из носу, надо фармить с Радиком дальше. Радик ускоряет его фарм, и сейчас качать настоящий только начнет. Да, Даггер на старт-пак, скорее всего, будет Даггер, БКБ. Пошло, поехало. И все равно могут заткнуть его думом, в случае чего. Так и будет. Так и должно быть. На кого еще думки дать, кроме Алхимика? Ну, очень сложная игра, мне кажется, у Глазиаторов будет. Вот в промежутке между 15 и 25. Посмотрим, насколько много сможет сделать Тундра. Потому что пока они сами тоже пользуются моментом. Что-то там смог прожали, но не сказать, что даже попробовали куда-то выйти. Ушли обратно в леса, фармят. И у всех есть что по фармить, у всех есть слоты, к которым хочется стремиться. У Рамзеса только появился Блиндаггер, дальше будет БКБ, скорее всего, появляться. У Пьюра уже есть Мэйдж Слеер. Такая уже менее популярная шмотка в современной мете, но, тем не менее, на некоторых героях очень хорошо сидит. И дальше Аганим, тоже такой агрессивный, более билд. Два Паунса помогут себе и заходить в Драку, выходить из нее и цеплять цели издалека. И вот пытаются Глазиаторы найти кого-нибудь, кто подставится на каком-то варде, на каких-то крипчиках. Но все играют очень закрыто. Доджат, пока все Драки у нас, Глазиаторы ждут, пока Алхимик доберет какие-то свои артефакты. Но это еще минут 5-7, опять же, чтобы воевать. И Тундра это чувствует. Она из-за того, что чувствует... Исс нашли. Так, 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 можно попробовать здесь забирать. Ждет. Топсон, Топсон караулит Эйса, будет мешать ему выйти к табору. И надо его копать. Эпицентр кастуется, подкоп есть, Вайтмон рядом, Саксы рядом. Нет никакого шанса выжать здесь Эйсу. И помочь ему никто даже не пытался, понимая, что там в пятером играют Дундра. И, скорее всего, ты будешь в меньшинстве. И Тауэр падает. И Тауэр падает. Вот Алхимик наконец-то начал потихонечку вперед отрываться. Уже полторы тысячи, две тысячи аж еще. Но Тауэр потеряет здесь сверху. Ну и ждем теперь тогда следующего выхода от Тундры. Они хотят попытаться сбить тайминг этих предметов, этих важных слотов. Кстати, а что у нас будет делать Квапа в этой игре? Вот какой у нее этот билд планируется? Догон тот самый. Но пока она его максить не хочет. Дальше, я так подозреваю, Шива будет. Ну или Вейлу в Дискорд, потом БКБ. Нужно здесь и ей Блокенбар собирать. Слишком много урона один только Топсон выдает. Его игнорировать долго не получится. Вот Офу цеплять Топсона должен. И ставится гейт от Андерлорда. Но успевает откопаться Сенкинг. Разрывает дистанцию. Заставляет на ХГ выйти своих соперников. Но поможет ли чем-то здесь Саксу? У Сакса есть и кнопки. Сноубол дает. Пытается вывести Сенкинга. Сенкинг до сих пор жив. Сенкинг делает блинкаут. Он еще и отжирается за счет песка. И может развернуться в драке. Потому что хп прибавилось. Но надо ли здесь драться вообще команде Тундра? Ну, Вайтман пожертвовал своей жизнью. Так, ну тут стаки забирают. Это очень хорошо. За счет того, что выходили на Топсона? Да, пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти Топсона. Вообще все сделал. Там еще и Таск подошел тоже. Подсейвал очень круто. В общем, браво. Суппорты команды Тундра не отдали. Если есть друга Фина. Получается, нет Лассо. Оно на кулдауне. И без Лассо как будто бы инициировать пока никому не находишь. Ну да, инициации вообще мало. Как бы здесь либо алхимик там с даггером каким-то может запрыгнуть с банкой. Либо Лассо. Все. На этом все закончилось. Вся инициация этой команды. Ну вот Пайп появился у Андерлорда. И это должно добавить выживаемости против Сенкинга. Все-таки пока урона слишком много было в каждой драке у Тундры. И переживать это у гладиаторов не выходило. Но в этот раз тайминги не такие шикарные, как в предыдущей игре. То было у Эйса. Тут уже посложнее. Мидгейм выдался. Если надо ловить здесь, там... Не попал. Нечантрас есть. Ну не привязал Паунсом еще тем более. Да, там хил будет, Пайп будет. Я думаю, очень долго будут пробивать, поэтому... Ну можно было прыгнуть, если бы привязал. И настагать просто себе руку, уйти. Украсть просто статов какое-то количество. Тобстон. Квин здесь продает. Тофу рядом. Ну мне кажется, он просто здесь хотел поиграть. Он не планировал атаковать на полную. Какая банка классная! Откинула здесь Вайтмона! Очень вовремя дурачье пришел. Вайтмон, который хотел просто засейвить, помочь Тобстону, оказался очередной жертвой гладиаторов. И 6 тысяч перевеса за ними. И это не только Алхимик. Тайминговая баночка была. Да, все, давай отталкиваться от этого. Вроде далее пофармить Алхимику. Начинает он отрываться уже на 3 тысячи впереди. И вот эти пиковы хорошие здесь от GG происходят. Давай на шмотке Алхимика посмотрим. Тут, понятное дело, огоним. Монта. Монта ставил, и она готова. Монта. А почему именно Монта? Непонятно. Как-то не видится она здесь прямо ОП шмотка. Я бы даже, наверное, с Ниньяшу подумала, что он захочет собрать. Ну, в блокер-бар смысл собирать. То есть, а ну дум получишь, правильно? Да, да. Но я имею в виду, что стат резист можно было тогда собрать. Офо, умирает. Здесь уже точно не отпустит. Ну, это минорный пиков. Нужно кора какого-то пытаться тапануть. С Топсоном и его соло-инициативами в Квина видим то, что блоком вышло все. А вот если командой собраться. Таур тут центральный. Все сильно напрягает, забрать бы его. Торчо, да. Торчо с Монтой. Опять же, Монта позволит ему фармить еще быстрее. Да, да. Помню одно время это был самый метрый билд на нем. Да, потом Актарин еще. Радик с Монтой одно удовольствие, конечно, фармить. Вот выход за Алхимика как раз-таки у нас здесь от Тундры происходит. Видели его на варде, что примерно у того района своей двойки куда-то идет. И сейчас Та будут пытаться его цеплять. Но придется идти на тройку, на которой уже стоит Вижен Глазиаторов. И они все прекрасно будут видеть. Как только нападут, противник будет у них на ладони. Они смогут, возможно, дать хорошую код. Дум нужен. Нужен Дум. Успеют ли они убить Дурачева? Вот это самый главный вопрос. Квин успел ворваться сам. Фьюр нажимает ульту. Дум свою ульту отдал, но погиб сразу после этого. Так, что здесь тоже больше ни одной кнопки не нажмет. Дум влезти это на Дурачево, но даже его убить не смогли. Ну, надо было начинать с Дума. То, что плинк Дум. А потом уже... Полистела банка на базу. Начинать с Ларку. Да, такой себе выпад. И гладиаторы здесь очень круто на контратаке отыграли. 10 тысяч перевесов за ними. Это уже выглядит как серьезное заявление. Даже если закрывать глаза на Алхимика, начинает появляться аура Уэйса, начинает шмотками обрастать квапа. Ну, чего ты не дождался Рамзеса, который прыгнул бы? Да вообще нападать на вражескую тройку, это такой сомнительный момент. То, что, наверное, нужно иметь какой-то серьезный слот, на который ты опираешься. Да не убили бы его, просто, если Думу сразу положили. Но, возможно, хотели попробовать его подешевле забрать, пожадничали. Нет, там прыгнул Дум, и он под стану попал. А, понятно. Просто не смог нажать даже физически. И, что ж, будем смотреть на следующую попытку убить Дурачьон. Теперь Топстен копает его под твоей Т2 вышкой. Рамзес рядом, но ульты у него в этот раз нет. И Топстен пытается выиграть время, пытается ему порегиниться за счет Ластована. Пока что в дидрабшине у него было время. Еще и сноубол сверху. Да, продлевает жизнь Топстена по максимуму. И еще подкоп один, и урона хватает. Получается разобраться с Врачьевым в обмен на Топстена. Но Пьюру не хочется драться, пока у него не откатит ульта. 30 секунд у него до появления его тучки. Но Саксой придется пожертвовать. Вайтмон. Вайтмон тоже уже упала. Вайтмон, но Топу... Сколько весов тут уже можно, Селери? Там не дали Топу никого увезти. Двоих убивает. Кстати, можно здесь неплохо так побить Тир-3. Остался Дума Сларк. В принципе, ничего не смогут сделать. Но решили отойти. И очень хорошую драку провели для себя здесь Gaming Gladiators. И еще больше нарастили преимущества. Да, потеряли Алхимика, но это все минорно. Ценой довольно большой. Все-таки он долгое время жил, много урона выдал. И видел, сколько ресурсов плевали в Топстена. Там и здесь рапшин на него, чтобы он жил. И сноубол. Но будь там и ультимейт Рамзеста, и ультимейт Сларка, я думаю, что драку можно было бы гораздо увереннее провести. И, возможно, выиграть ее. Опять, да, Алхимик, на которого просто кастует с ультимейта. Он не теряет хп от слова совсем. Так, пьюр, next artifact. Это диффуза будут. Дисперсер даже скорее. Ну, дисперсер, шарт. Ну, сначала диффуза, потом шарт, потом дисперсер можно попытаться выйти. Шарт хочется пораньше покупать. Все же обилка такая дешевая. Ой, класс. Но очень полезная. Классный артефакт здесь у Квина. Очень быстро он добил себе Шиву. Но тут драки благоволили. Все-таки последние две драки получилось полутать фрагов, не погибнуть. Так, а тут у нас для кого шарт будет? Хотелось бы, конечно, для шару-демонов. Для Тоск. Шару-демона. Димонин Клинус. Кстати, классная вещь. Опять же, все в Сларка кидаешь. Все снимает. Все-таки такой рофл шар скорее, мне кажется, у Тускара в этом плане. Ну, шару-демона очень сильный шарт. Да, да, да. И повезло то, что выпало именно ему. Рамзес Блиндаггер себе тоже начал фармить. Пайпу себе взял. Все-таки пошло у него дело. Он решил себе Медасик в один момент взять. И с Медасиком уже гораздо лучше его Нетфорс пошел. Но все равно он пока немного в устающих позициях. Топ-6 по Нетфорсу. И что самые интересные, саппорты противника его догоняют. Что Тофу, что Селери. Оба очень богатые. Селери, кстати, очень круто скаутит карту за счет крипов лесных. Там постоянно на чужую территорию отправляет. Либо двойку светит, там, либо еще в какие-то там листа заходит. В общем, дает огромную информацию по поводу вражеских героев. Рошана. Надо забирать с Глазиатором Рошана. Им нужно контролить по-хорошему каждого Рошана. Потому что любой Роша, который будет у Тундра, он будет затягивать игру. А Глазиаторы в этом не заинтересованы. И тут-то и один вышка стоит у Силтьмы. Вот это самое неприятное для Глазиаторов. То, что в случае драки на Рошане можно байбекаться и прилетать еще. Но из минусов байбеков никого нет, судя по тому, что я вижу по статус-бару. Просто не один герой Силтьмы. Но они тут даже не пытались его контестить. Вроде что-то собрались рядом, вроде посмотрели, пофоткали, подпушивали клипчиков. Но атаки непосредственно не было. Аганим у Андерлорда? Вау! Кстати, очень крутой Аганим. Интересный слот. Необычное решение. Все в пятых мейлисах будет. Алхимик продолжает отжираться. 5000 уже на целый артефакт. Он Сларка обгоняет. И что там будет? Ого! Орчит. А ведь это реально идеальный слот против Сларка. Потому что руты его ловят в ульте АОЕшные. И его можно останавливать, не давая ему далеко убежать. Сларк очень не хочет сейчас тратить время на БКБ. Да, прям вообще не хочется эти деньги тратить. А надо будет. Потому что уже очень много дизеблов всяких разных появилось. Вот этих рут дизеблов. Ему будет не по кайфу вообще в драке находиться и двигаться. Посмотрим на его дальнейший айтем билд. Потому что пока он все равно придерживается желания купить шарт. Дикус уже закончил. Шарт к деньгам практически готов. И после этого, возможно, все-таки будет мысль о БКБ появляться. И БКБ появилась у Алхимика. Ему играть стало попроще. Рамзес очень сильно по фарму проститает. И вот изначально вот эта игра не пошла. И здесь все так печальненько у него. Потому что его энчантрес, вражеская энчантрес, вражеская пятерка его обгоняет. Ну, видишь, он там с лотами мантил. Насколько я понимаю, он сначала купил блинг. Потом продал его. Купил медас. Потом купил пайпу. Вот сейчас он продал медас. Купил блинг. Так что у него тут своя экономика. Своя игра. Своя игра. Ну и теперь ждут тундры момента, когда, возможно, даже Вайегис представится возможность подраться. Гида пока у Квина. Нельзя эту драку проиграть. Ой, видят. Санкинга видит. Хороший бар здесь Тофу поставил. Сразу моментально его должны тут фокусить. Поэтому он пытается дотянуться Дизрапшином и его самого контроля. Дизрапшином все-таки выдал. Но после этого погибает моментально. Тобственно тоже не дают далеко уйти. Врывается Пьюр. Но все его тиммейты гибнут один за другим. И Рамзесту не дают кастовать ультимейт. Он умрет. Так ничего и не сделав. Вот так, со следом за ним. Минус 4. 19 тысяч перевесных за гладиаторами. И шикарная работа в медгейме от них. И классно все-таки этот агоним на Эндерлорде заходит. Нельзя отдавать вот этого персонажа. Нельзя ни в коем случае отдавать его Эйсу. Но столько у каждого сигнатурок, что что бы ты ни банил, все равно какой-то опасный герой будет выпущен на волю. Да. В этом и прекрасен драфт. Что ты можешь делать все что угодно или пить как угодно. Но на первой карте Эндерлорд был в бане. Из-за этого комфортно. Но теперь огромные проблемы. У Тундры начинаются. В шаге они от того, чтобы безвозвратно отдать эту карту. И нужно придумать план камбэка. Каков он. Терпеть. Терпеть. Пытаться отпушивать, сплитить, набирать плоты. Насколько они смогут таким способом затянуть карту? Ну максимум до следующего Рошана. О, а там еще и Сайленс собирается себе. Бладторн будет, разумеется, скоро апаться. Дурачье. Какая у него трудная игра в начале была. Дурачье. Получает. Дум. Подкоп. Но должны его здесь забирать. Они в два кора. Без помощи Фьюра. Тофу уже на месте здесь. Можно как-то подсейвить. Хороший здесь лассо. Узиматель отсидывается от шаду демона. И Топсону не дали подойти к противнику. Ему чем-то сбили Блиндаггер, видимо. Поэтому он не смог ворваться для того, чтобы добить Алхимика сам. Но после этого размены все идут уже не в пользу. Команда Тундра подорвался сюда и Пьюр. Но как-то поздно пришел. Топсон по-прежнему жив. Тофу получается разобрать. У Квина Аегис. Его покусить не хочется вообще. Снова сейв за счет Сноубола. И как же много времени Сакс выигрывает своим тиммейтом. Но погибнет и он. Погибнет и Топсон. И только Пьюр попытается отсюда уйти. И это драка 4 на 5. Без Алхимика. Потому что Алхимик погиб сразу. 4 на 5 просто выигрывает. Считай на халяву здесь Джи-Джи. Игру для себя. Это важная драка была. И он решил в Эйс ворваться. Видимо просто покусать его. Чтобы статов украсть побольше. Правда он потратил оба паунса. И в случае если будет пахнуть жареным. Подрать. Подрать. Смотри. Уже неплохо отъелся Пьюра. Уже тычки у него болючие. Но Стеллари пришел на помощь. Стеллари драться не хочется. У него пассивка работает. Через все. И Эйса выхиливает Стеллари как может. Понимает что Пьюр до последнего будет следовать. Пьюр свою ульту потратил. 20 стиков у него есть. И кажется что он здесь. Зря все это делал. И восстанавливать должны. Но там Шаду Демон подходит. Опять же на подставе. Сейчас будет. Дизрабшин должен его закидывать. Хорошо здесь отталкивать. Успевает. Успевает Вайтмод его спрятать. Но Паунс еще 4 секунды. Как ему жить. Пытается Димонин Квиненсом его спасти. Но просто кнопок не было. Что-то Пьюр здесь какой-то Йологейминг устроил. Решил в этого эйса пойти до конца. И то что здесь появился Селлари его не остановило. То что появился еще и Квин его не остановило. А когда он решил все-таки отойти назад. 1120 опыта залетает в копилочку команды GG. И тут заканчивает такое ощущение. Опять же Айгес еще есть. Не, эту вот руку сейчас Рамзес забрался. Только проблема в том, что сейчас из-за этого до базы можете дойти. Но есть Сакс все-таки на подмогу. Его задача стейвить всех. И Рамзес мог разорвать дистанцию. Селлари до конца идет. Не надо, не надо за ним под фонтаном. Не надо, не надо. Это будет уже лишнее. Сноубола нет. Ну все, начали душить. Мне кажется поплыли. Поплыли ребята из тундры. Айгес заканчивается. Но мне очень не понравилась вот эта попытка от Пьюра в соло-игру. Все-таки команде он нужен живой Селлой и с байбэком. Тайминговый блокенбар здесь. Адур Ащио успевает как раз за счет него выйти. Сейчас не знаю, будут ли стараться тут тех нас забрать. У него кнопки-то все откатились. Он готов драться. Но прыгнул он в Селлари, привязал его. И из-за этого пришлось отступать. Не самая удачная цель. Лужу Пьюр постелил под своего тиммейта. Попытается спасти ШД. И лучше отступать. Первая атака не удалась. А противник залез на горку, на которой стоит их Вижен. Доска проходит, не стоит драться. Опять же, потому что Сенкинг там очень комфортно себя будет чувствовать. Ульта по всем и под коптом тоже. Я думаю, затронет очень много героев. Но Пьюр пытается найти кого-то, не отпустить. Тофу не допрыгнул до него. Хороший тайминг, хороший даггер. Есть. Хотя бы кого-то. Саленс висит на Пьюре. Нет дарпакта, чтобы его скинуть. Не успел составить, точнее, перед Саленсом. И дальше драка 5 на 5 начинается. Рамзес выдает тут Драчеву. У Драчеву и так все было потрачено. Он планировал улизнуть из этой драки. Рамзесу самому очень больно. Вообще жить не получается. Прожал он пайку, прожал он землю. Всеми силами хочет нанести как можно больше дэмэджа. И получается Туфу пробить довольно серьезно. Хочется его добить. И Эйс тоже бегает очень сладкий на 500 хп. Какие же все красные. Просто никто не умирает. Все красные, но живые. Да, там и Ча очень много бафов дает всяких разных. Эндерлорд тоже прожимает свои кнопки. Да зацепа не хватает даже. Вот в этом проблема. Ну не знаю, ему зацепа много по идее. Ты контролишь сенфинга, а дальше уже дело за малым. Как будто. Все разбежались. Станов очень много. И опять же привязываются. Да, тут оно. Но при этом все мать зацеплять у них вообще не выходит. То блинкаут из-под паунста. То ворвался, нажал слегкаунки и ушел пешком. То как Драчев просто забил. То от Соник вейва разъехался в разные стороны на хайграунды. В общем-то видим то, что как-то действительно Тундра потеряла инию игры. И из-за этого у них пока все из рук валится. Но следующий Рошан будет очень скоро. Минута основного таймера на экране. И получится ли подрасту у Тундры из-за этого Рошана? Достаточно ли у них слотов для того, чтобы победить драфт команды Глазиатов? Ну GG должны его контестить. Опять же сейчас плюс-минус соберутся. GG вообще, мне кажется, игру должны забирать с этим Рошаном по-хорошему. Ну, поэтому Тундре нельзя его отпускать ни в коем случае. Асларк уже на топе. Сейчас попытается отпушить наверхную линию и через портал вернуться вниз. Что-то из этой серии. Аганим тут летит. Кому-то просмотрел. У Квапы там уже свой аганим появился. Да, видим то, что он лежит в бэкпаке. Она подпевала бутылочку. И бабочку Алхимик тоже делает уже. Ну вот, да, идут в сторону Рошана. Прекрасно понимает тайминг, что нужно сейчас эту территорию как-то отбить. Расставить тут ворды хорошие. Опять же, обнулить весь вижен Тундре. Ну и на Рошане уже, да, попытаться выиграть игру. Или просто на халяву забрать Айгис. Вайтмон, привет. Нашли очень хороший таргет. У Вайтмона нет байбэка. Зато золота не хватает. Просто забил его тут кулаками за рачье. Да, вообще не требует ресурсов такой фраг. Все-таки. Если один Вайтмон в поле, то надолго его не хватит сейвов на самого себя. Минус 45 секунд перезарядки Соник Вейва. Берет себе Квапа. Идеально прям под... А можно посмотреть на слоты Сларка? Я так поняла, что он решил собрать дисперсер. И БКБ у него даже не планируется пока. Но может следующим слотом. Может он вообще какой-то другой билд предпочтет. Все-таки рутов много, мы с тобой обсуждали. Хотя вроде и под Сларка здесь трудно как-то зацепить по-настоящему. То есть это не та цель, в которой глазиаторы будут инициировать. Одно неудачное лассоундер. Пак нажал, скинул, ты кнопку потратил, а его зацепить не зацепил. В банку тоже он может скинуть из рутов, но в целом выберется. Может ресурсов много потратить, но выберется. Так что может быть не БКБ надо, а какой-то жир или дэмэш. Да, дисперсер накинет еще. Так, забирает здесь Терзателя. Думаю, зовет всех пьюр. Не знаю, команда придет. Команда противника придет. Команда противника точно придет. Что, Рошап. Рошап. Нужно чекать, наверное, Минчантрас. Это Ворошана отправит туда крипа. Пишет, чтобы он просто в Рошпите стоял, дал информацию по поводу появления Камнеголового. С Рошаном можно не торопиться, можно занять выполненную позицию. Все равно он хочет сделать какой-то пик-офф, прежде чем Рошана брать. Все же драфт в Рошпите может хорошую драку у команды Тундра дать. Квп приятный. Бонус в Ботле. Отлипай. А, это на будущее. Ну, много дэмэджа может нанести на Сандуль. Да, вот если будет драка, она его сразу же активирует. Магического. И Тундра действительно пошла контестить Рошана. По крайней мере, надеемся на то, что они успеют на драку, потому что остается у Рошана меньше третьих ХП. Адерлорда нет. Адерлорда далеко. Адерлорда прилетит. У него есть гейт. У него есть гейт. Он всегда будет рядом. А вот успеет ли Тундра, кажется, что они не успевают. Надо уходить. Сларка сыпанули. Дарпакт он нажал. Скинул с себя лассо. Убежал отсюда на ультимейте. Ультимейте сейчас будет заканчиваться. И тогда проблемы могут начаться. Топсон врывается на перерез по двоим. И можно убить Антона. Погибает дурачье без байбэка на 74 секунды. Эйс пришел только сейчас туда. Развесил питов Мелисы. Квин с Аегисом снова. Поэтому он готов эту жизнь отдать в драке. Потому что Станин все равно встает обратно. И надо разбегаться. Они сделали два хороших фрага. Они выбили Аегис. Они остановили такую агрессию, которую могли здесь навязать гладиаторы. Но нет. Пьюра уже не остановить. Надо с МТП что-то отсюда. Но очень хочется кого-то цепануть. И Пьюр побежал. Ульту нажал. Коп. И цепанул Попу. Ну далеко все. Далеко все. Ну Попа упрыгнет, по идее. Как только кто хочет привязать. Поэтому цель такая. Сразу метальный ул здесь от Офы. Такой перестраховочный. Ну то, что алхимика дали так за секунду. Что не есть хорошо. Я придумала идеальный слот для Пьюра. Вот, кстати. Я хотела сказать про Эбисал. И Башар у него появился пикбай. Да, надо как-то останавливаться. Это все до гера. Что ж, отличная драка получилась у Тундры. Вроде не успели на Рошана. Казалось бы, уже все потеряно. Но после того, как Аегис был забран к Вопою, получилось сдать отличную драку. Фокуснули в этот раз Дурачье как по учебнику. Дум на него. Контроль на него. Он ни ульту, ни БКБ вообще ничего не нажал. Не успел банально это сделать. А Пьюр, ну видим, да. То, что в БКБ он не нуждается, у него достаточно хорошая выживаемость. И Лужа в этом плане помогает. Ульта его. Он там в драке, видишь, настолько медленно тратил ресурсы, что у него успела ульта нажаться просто для того, чтобы Квапу догнать. Да, ты посмотри еще. Вот три героя джи-джи светятся все с триками. Да, если вот сейчас их всех позабирать, это преимущественно, на самом деле, очень быстро будет сокращаться. Боже, правда. Ты посмотри на Натур Сенчи. 15 тысяч против 14, которые есть у Рамзеса. Селари невероятный багак. У него и Пика, у него и Солар Крест, и Бутсов Биллинг. И дальше Линкенсферу будет покупать для того, чтобы вешать ее на Алхимика. Ну все, полноценного кора превращается. Он сейчас скоро флайнера своего обгонят. Пупей одобряет, который, кстати, приехал к Пенгагену. Да, я там очень много фоток видел. Ходит там, гуляет со всеми, болтает. Его трудно не заметить издалека. Он очень высокий молодой человек. Ну да, у них там пати жесткая. Там Габлак, Пупей, Саксо. Силы света. Кто от двух метров. Так, и тут у нас цепанули Топсона. Очень хороший, не встать его со стороны Джи Джи. Но вновь успел кнопки нажать Вайтмон для того, чтобы засейвить его кора. Рамзес опять еле живет, но успел выдать все кнопки, куда надо. И погибает Квапа. И Байбэк Эйса сразу хочет продолжать эту драку. Но больше не будет дурачье. У него-то бая нет. И даже если бы был, он уже ульту потратил. Без ульты он просто бесполезен в драке. Но Топсона получится разобрать. Здесь уже его не спасти. Но что ты сделаешь со Сларком? Вы знаете, у меня есть такое ощущение, что реально таймер был на двух Рошанов. Со вторым Рошанов должны были Глазиаторы заканчивать игру. И сейчас это будет сделать в разы сложнее. Потому что уже появляются слоты на Сларке, появляются слоты на Топсоне. Они уже долго жуют, много урона выдают. И как это останавливать? О чем мы говорили как раз. То, что сейчас Гоалхимик уже будет терять потихонечку свой вес. Что они на определенном темпе после 40 минуты будут страдать. Потому что Сларк сейчас разожрется. Опять же, Гоалхимик не будет работать против Дума в лейте. И здесь вот, казалось бы, идеальное начало драки для Глазиаторов. Нашли Топсона. Вновь получилось его первым вычислить, вытянуть. Но тут команда вписалась. Они все сидели в засаде. И успели и Мидера спасти своего. И также не дать врагам отойти куда-то далеко. И очень важный байбэк. Вот это то, что выбили тоже из Куина. Я не очень понимаю вообще, почему он принял решение его нажать. Возможно, был укол драться до конца. Но на тот момент, как раз в аккурат тот момент, когда Куин нажал байбэк, Дурачо погиб. И преимущество в 17 тысяч упало до 13. У нас, опять же, монстр килл сняли с Куина. И плюс ко всему еще выкупился. 36% Дота дает на вероятность победы Тундры. На Гладиаторов 64%. Но да, в пике, по-моему, где-то за двадцатку преимущество было за Гладиаторами. 20 тысяч или 23. Но сейчас это уже потихонечку... Еще одна-две таких драки от GG, когда они будут проигрывать. И все. И там абсолютно равная игра. И даже с таким небольшим и неплохим преимуществом от Тундры. Я думаю, что следующую карту... Фотографич карту. Следующую драку мы увидим за Рошана. Рошан будет решать многое. Что для Гладиаторов, что для Тундры. Если Тундре достанется Аегис, то Гладиаторам будет очень сложно на своем ХГ отбиваться. Так, Сларк. Ну что, Скади себе добавил. Сейчас вот Next Artefact как раз-таки башер будет. Сентрой еще бегает, опять же, да? Классический тот самый Кларк. Скади всегда шикарный выбор против Алхимика. Никогда не ошибка. Здесь и так Алхимика закрылись, чем только можно. Но это немножко развязывает руки Думу, чтобы он мог нажать свою кнопку, например, Квапу. Ну, Шива Скади. Тот дефолт. Шива, я думаю, это Топсон уже сделает у нас. Так, у Драчьо. Я вижу, у него и Радик, и еще один Талисман of Evasion лежит. На бабочку будущую, видимо. Но Радик разбирать не стал. Да, Шива Топсон уже давно имеется. Потому что там несколько драк назад была. Резать реген. Резать реген. И Линка. Это первая, по-моему, Слори. Так еще и не успел купить бою. У него тут вообще пока планы поменялись. Я так понимаю, то, что Линка из приоритета вышла. Но Квапа едва ли может успеть на кого-то ее кинуть. Его задача самому же, если дэмэш выдавать. Ну, Линку надо обязательно на Алхимика. Потому что, опять же, он получает Дум. И Квапа дальше пошла максить догон. Ну, такое ощущение, что ей просто уже делать нечего из лотов. Все-таки Квапа такой герой, которого трудно невероятно усилить. Ну, это неплохой дэмэдж. Здесь артефакты четвертого разряда. Ой, Майнбрейкер, как повезло Сларку. Майнбрейкер, дай Таймлест Рейлик для Дума. Все. Все в яблочко. И скорость атаки это добавляет Пьюру. И Сайленс Стычки тоже может решить в какой-то момент. Ну, а Таймлест Рейлик также есть у Квапы. Тоже она очень рада этому слоту. Что, халдимся? Халдимся, все боятся. Никто не хочет ошибаться в этой игре. Да и один вышка на миде до сих пор стоит у Владиаторов. Но ее, конечно, лучше отдавать, если вдруг атака на нее какая-то будет. На Селлари вообще прыгать не хочется. Он так запакован, что ты будешь пробивать его полгода. Если Квапу сейчас вдруг каким-то образом получится поймать и убить, она будет с байбека сидеть минуту-две. Мобсон сыпанул Квапу. И можно ее остановить. Он Дум Линку дал. Рамзес дал Дум Линку, кажется, да? А, нет, это не Дум был. Это какой-то другой был с Белла. Дум еще в наличии. Все хорошо, фух. Отлегло, я уж подумала, что не заметили Линкин Сферу, не успели ее прочекать. Но нет, таких ошибок у нас Тундра не совершает. Там, по-моему, Пурш Линку был. Ну да, чем-то сбили. И его намеренно как раз подготавливали цель к следующему контролю. Так, ну, Дум без Дума. Ой, Дум без БКБ. То есть чуть разлезают руки ребятам из GG. Но при этом всем есть Сларк со всеми кнопками. Есть сам Дум. Есть Саксо у Маны и ХП. Опять попытка вывести Тобсона. В этот раз у Тобсона нет эпицентра, поэтому нечего кастовать, пока на нем Дизрапшен. И Тобсона пытается выйти отсюда. У него получается это сделать за счет Блассоуна в том числе. Убивает. Как же они живут. Как же они живут. Как они сейвят друг друга. С одной стороны огромное количество бафов. С другой Султун. Вообще два подсейва мощнейших. Это Шаду, Демоны, Таск. Хотя вроде столько мощных сетапов Бэтрайдер дал. Но все равно этого не хватает. Урона не хватает, убить и успеть. Да, ты либо в Сноуболе сидишь, либо в Дизрапшене. Тяжеловато. Пока ты там переждешь это все, там уже контратака идет. Вот она, невидимая помощь саппортов. На них игра держится. Сколько смертей Тобсон мог бы здесь еще себе получить в счет, если бы не эти два главных героя их драфта. Холодимся. Так, 7 секунд. Ну, позицию Рошана можно занимать. Рошан у нас будет дневной, поэтому Тундра здесь может его ожидать, сколько им понадобится. Минута 17. Ну, довольно долго. Ну, не супердолго, но да, такой средний Рошан. Ну, надо Вижен здесь поставить, просто готовиться принимать драку, если понадобится. Или идти и бить Рошана, и кого-то поставить на фейс-чек. Хотя здесь ни одного героя отдавать не хочется. Все-таки у тебя даже саппорты, они настолько много импактов драки дают, что потерять их ради того, чтобы увидеть, что на тебя противник идет, кажется, кощунством. Так, что-то демот здесь сейчас Ганни будет играть. В принципе, как и все остальные. Это нужно, нужно, чтобы у него было как можно больше кнопок, потому что ШД в Лейсе – это очень серьезное оружие. У ТАСК, кстати, очень много денег, там 3600 я сейчас увидел. Он там Блокенбар хочет собрать и даггер, вот, там еще раз показывает. Спасибо. Ну, скорее всего, хочет купить Блинк, но оставлять на байбэк. Ну, да-да-да, тут драка очень важная сейчас на Рошане будет. Нужно будет лететь куда-то. Байбэк, а не только у Дума из команды Тундра. Драка на игру для команды Джи-Джи. Ну что ж. Гладиаторам действительно нужно кровь из носу забирать этого Рошана. Они не могут позволить себе встречать противника у себя на хайграунде. Но Алхимик с каждым драфтом своим последующим пока, мне кажется, все больше и больше вселяет неуверенность в нем, как в персонажа. Аганим. Кому сдадим? Николай Аганим у нас еще остался. У Андерлорда свой, у Клопы свой. И НЧ, он, ну, бесполезный. Значит, остается только Тофу, и это будет 2 ласту. Поможет ли это? Узнаем. Но усиление мощное для Бетрайдера. Стэнни на Рошане. Рошан появился. Знают об этом ребята из Тундры, но не знают об этом ребята из Джи-Жи как раз. Они ждут, ждут, пока там не долетит этот Аганим. Курьер подходит. В Бетрайдере, может? А, нет, я так сейчас посмотрю. Так. У нас тут зацепили Топсона. Опять он оказался впереди всех. И он успевает нажать БКБ, но он его потратил практически впустую. Выкупается, вернется обратно через телепорт. Или нет? Он лисит вообще на верхний авангуст и хочет через Вингейт прийти. Все правильно. Так, это самый быстрый путь. Вот и он. Так, ну а остальные все сидят в засаде. Глазиатор понимает, что этого пиков недостаточно для того, чтобы засекировать себе Рошана. Квин прыгает вперед. Есть Дум у Рамзеса. И надо его вешать куда-то в Квапу. Не успевает. И дальше идет прокаст от Квапы. Рамзес остался практически без ХП. Надо отступать ему в бэклайн. И Топсон тоже потратил свою ульту. Так что нужно немножечко отдохнуть. Все-таки кулдауны не такие большие. Это все можно и переждать. И Пьюр бежит под смаками, ищет себе цель. Он сразу поймет, если кто-то рядом. Его не интересует кто. Главное вгрызться. И это будет Андерлорд. Для именно Пьюра это лучшая цель, которую можно придумать. Здесь заканчивается Эйс. Надо ему тоже байбэк. Если нужно драться до конца за этого Рошана. Бай нажимается. Топсон чуть было не погиб прямо с байбэка. Но успевает выбраться. Возможно, ему получится уйти откуда. Но импетус последний его добивает. И Саксо следом хочет засекьюрить фраг по Квину. Но Квин оказывается слишком плотным. На него еще и Кримсон висит. Но этого не стоит. Надо просто уходить. Минус три. И нет байбэка у Санкинга. И как дальше продолжать драку неясно. Пьюр хочет помочь. Два байбэка нажимаются. И все-таки саппортами хотят развернуться, попробовать. Возможно, соперник перенаглел. И нет маны больше у Квина. Поэтому он больше не представляет опасности. Именно его хочет убить Пьюр. Забирает он Квапу. Квапы откатился байбэк. Она нажимает его снова. Понимая то, что команде нужны все. И у Пьюра как-то здесь вроде не особо много ресурсов осталось. Но все равно он очень много стаков украл. И начинает пробивать дурачье. Дурачье минус. Это минус кэри команды гладиаторов. Но и Пьюр отрегенивается под своей ультой. Еще один залетает ультимейт от Квапы. И добивает симпетусов Селлари. Уже коров команды Тундра. И тоже нет байбэка. Они все байбэкали есть. Они без байбэков погибнут. Это тоже без байбэка. И Рамзес. Рамзес пока бы хотя бы. Как все печально. Да. Мне кажется, этот улын того не стоил. Вот зря, наверное, разворачивались Гюр и Рамзес. Можно было просто отойти. Дождался всех. А в итоге они потратили все байи. И добились не того, чего... Надо забрать тир-2. Хотелось бы. Вайтмон там пытается как-то себя отпушивать. Сейчас может тут доиграться на самом деле. Ну а сколько байбэк вообще было нажатого? Два байбэка на саппортах Тундры. Байбэк на Рамзесе. Байбэк на Квапе. Байбэк на Эйсе еще был в самом начале драки. Его уже первым покусили. И в тир-3 идут. Квапа вместе с Инчатрос. Просто начинает ломать уже Тауэр. И сломают. Они сторону сломают. Шадоу Демона им вообще никак не помешает. Одна сторона это не страшно. Страшно то, что не будет байбэков еще 6,5 минут почти у всех героев команды Тундра. Хотя именно у Сларка у него-то денег нету байбэка. Он еще может... Я бы тут MVP вообще целый ряд давал бы. Да, да, да. Что-то он какой-то дикий. Дорвался он до своего любимого героя. Ты посмотри на него. Сколько он заряженный. Просто. Кстати, две стороны могут сломать. Дастин Кинг только-только сейчас будет появляться. И это все без алхимика. Ну, тут все с руки могут набить что-то. И у Доффа наверняка аспект тоже на демашь с Напалма по строениям. А нет, кстати. У него альтернативный аспект, который сейчас почти ни на ком не берут. Так. Хотя на слабенький он выглядит... Вторая сторона падает. Ну, на третью тоже можно сходить. Так ты думаешь, еще 300 секунд? Нет. Ты не знаешь, что у него байбэка нет? Ну, квин идет. А тут Тауэр красный. Можно вообще мега-крипов делать сейчас. В легкую. Надо блинковаться как-то станет. Пытаться время выиграть. А как это сделать? Ну, это очень страшно, потому что у тебя нет байбэка. И Сларк сразу делает ТП на бывшую Т3 вышку. Пытается ворваться в папу. Но не очень выглядит перспективно такая атака. Топсон тоже хочет кого-то цепануть, успеть Дурачье, например. У Дурачье БКБ не в кулдауне, но он не успел его сразу нажать. Топсона. Пытались фокуснуть. Топсон нажал БКБ, нажимает бласт, он вырегенивается. Но Селари, пока ты убьешь, ты нам мучаешься. Его лучше отпустить. Самая неблагодарная цель. И Рамзе сюда прилетел. Но не отдали мега-крипов, все-таки не отдали. Но остались два последних барака на их базе. Та драка, которую они решили так жестко за Аркадий, она стоила им в трех сторон. Потому что не будь этих байбэков, мне кажется, гладиаторы бы развернулись, пошли бы Рошана бить. Они не пошли бы все эти стороны забирать. Да, именно так и есть. И Рошан-то сверху стоит, на него тоже нужно идти. Думаю, прекрасный Тундра понимает, что сейчас, скорее всего, пытается пежать. Там, смотри, еще что-то делает с этими крипочками своими. Он, видимо, толкает линии. Постоянно крип напрягает барак. Если крипы заходят, там к базе подходят. В общем, да, финалочка, ребята. Смотрим. Последняя драка, возможно... За игру. Это 100% драка за игру. Здесь уже точно ошибки не будет так сказать. Врыв сразу же на Инчу. Сталинс на нее. Но Инча, это, конечно... Как много дэмэджа получается здесь у нас Сларк? Невкусная еда для Сларка. Он все равно по ней не может нормально ударить. Там крипы сейчас на базу... Нужно просто халдиться. Сейчас нужно Джи-Джи халдиться, чтобы крипы со всех сторон на базу зашли. Вон там таск уже светит, типа. Им нужно будет отходить. Если у тебя с двух сторон сейчас будут заходить крипы, они тебя там тер-4 очень быстро сломают. Да, да. Вот, показывает там как раз на овскрине. И даже некого отпускать. Вот он, видишь, и рисует, рисует, рисует Бэтрайдер как раз, что с одной и с другой стороны крипы заходят. Мы ждем, мы просто халдимся. Заставят они кого-то сделать репорт. И там крип опять идет, вот этот, поверьте, Лиди, противный, ломает бараки. Ну да, Риджи. Букдора-то больше нет. Да, да, да. И тпшится. Заставил Сларка просто тпшится. Придется это делать. Еще и Т4 вышки дефать. Все. Смирились с Тундра с фактом, что надо отдавать этого Рошана. Не получится драку за него сделать. Но надо в Рошана было сразу смело идти. Не знаю, почему они отказались от этой идеи. Байбэков потому что нет, я думаю. Не, нет, держи. Нужно было в Рошана прямо идти и все сразу моментально забирать, пока миспейс тонкая жесткая Тундра. Да, и Тундра, как ты говоришь, смирились. Очень грамотно в макро выдержали. Но успевает вроде. И отпушить и на Рошана зайти? Ну, нет. Не, ну там Рошан должен уже погибать. Не, 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 успевает. Но они подерутся прямо в Айегиса. Они не хотят принимать драку на своей базе. Прыжок. Прыгать надо. Нет, не успевает Рошана здесь забрать. Айегис тоже достается силам света. Квинт забирает его себе. Алхимику никогда не хочется Айегиса давать все-таки. Одна из жизней без формы будет. Так, Бэтрайдер очень важная цель. На самом деле будет ли какой-то подсейф. Хороший ультимейт. И все-таки опы залетает. Всех просто раскидывает. Никто не смог фокуснуть этого Бэтрайдера. Но все-таки он умирает. У нас на 90-х ут отправляется в Таверду. Очень много урона от Тобсона. Теперь на нем сидит Дурачье. Дурачье пробил его наполовину столба ХП. После этого успел Тобсона ступить. Ну а теперь Саксов. Выход твой. Пытается контролить Дурачье. У Дурачье закончился Блэкинбар. Поэтому он может быть очень легкой целью. Минус 3 в исполнении команды Тундра. Квинт остается последним героем этой драки. Со своим Айегисом отправляется на базу. Потому что он последний, кто выжил после этого замеса. Здесь пушатся вышки. Здесь надо отпушивать. Ты не можешь пойти сразу в трон противника. И смотри, как везде много выше. Как много надо сносить, для того, чтобы даже просто в трон пойти миную Бараки? Еще вообще не все кончено в этой игре. Опять же, да? Опять не драка за игру вышла, да? Ну, она была для Тундры. Все грамотно сделали. Хоть и классный ультимейт был от Квапы. Пробо всех раскидало. Но после этого, да, и посмотрим как раз таки на реплейщике, как это было. Вроде фокусят Бетрайдера. Хорош ультимейт. Но там Сен Кинг. Сен Кинг очень много здесь делал. Тоф вообще не смог никого схватить. Ультимейт у него до сих пор остался. Ну, видишь, именно Пьюра не получается фокусить нормально из-за этих луж его ультимейта. То, что вроде он потерял пол хп из-за ультимейта Квапы, а кто его дальше? Тут вообще три лужи можно в траки вклассить. Ты делаешь два портала и свой еще в Питов Мэльс кладешь. Вот, видишь, он в Питов Мэльс открывается у каждого портала с огнем. Там вообще двигаться нереально. Ты постоянно в этом в рутах стоишь. Но Пьюр неумолимо движется у первой Т-три вышки. Там показывают, как там настоялись руны. Но, кстати, можно их забрать кому-то из саппортов, потому что 25-й левел для, я думаю, Саксы даже хотелось бы больше еще иметь, нежели чем для ШД. И преимуществ нет никакого. Кстати, очень крутой артефакт. Он в этой треке как раз уже был с рефрешером Пьюра у нас. И рефрешер ему дал возможность просто постоянно в дыму находиться в ультимейте. У него очень много регена во время ультимейтов. Поэтому пока он скрыт, убить его невозможно. И получилось сломать почти все внешние вышки. Из четырех таверов осталась только одна вышка внизу. Т-2. И вот, наконец-то, очень позднее БКБ появляется у Сларка. Но эти 9 секунд могут сейчас очень сильно удивить команду Гладиаторов. Они сейчас будут решать. 50 на 50 игра. То, что Тундра, что ДжиДжи могут проходить. Третья финальная игра, ребят. Кто только к нам сейчас перспектився. Ну, наконец-то у нас дотка настоящая началась. Хоть последний день. Наконец-то борьба. Непонятная катка. Неясно, кто выиграет. Накаркало. Сразу пауза. Это они мне договорить дали просто. Ну, пупей пауза такая получилась. А давайте перспективу каждой из сторон посмотрим, кто что видит на этой паузе. Так, здесь Сенкинга увидели. Они ничего не видят. Ну, понятно, конечно, пошли видно. Но скорее вопрос в позиции. То, что сейчас можно прыгнуть, я думаю, с блинка дурачьё дать банку попробовать. Моментальную какую-нибудь. И ШД решил перезайти. Хорошая драка. Сейчас может быть. Для кого? Для всех. Для всех? Для нас. Для нас хорошая драка. Без разницы, кто ее выиграет. Для нас она будет хорошая. Не, на такую доту приятно смотреть. Я надеюсь, что финал, кто бы не прошел дальше, будет не хуже. Потому что лучшие команды, друзья, оказались у нас в Западной Европе. Топ-3, все, команда Западной Европы. И Liquid ждут победителей этой серии. Ждут, не дождутся. Но до финала-то там еще много времени будет. Дадут команде с лузеров отдохнуть. Будет, как обычно, на интернешнале косплей-шоу. Итоги Short Film Contest, который всегда не оставляет зрителей равнодушными. Наверняка еще какие-нибудь анонсы, которые любят Valve оставлять на последний день интернешнл. Ну да, это как раз даст отдохнуть ребятам, кто пройдет у нас в гранд-финал, чтобы сразу там матч не играть. Но, как обычно, это происходит на интернешнале. Так что не уходите далеко с трансляции после того, как завершится эта серия. Потому что весь основной контент будет именно там. Кстати, вот у нас редактор нам подсказал, что тот Аганим, который был перед Рошаном, просто там куча действий было. Его Квапе скормили, чтобы слот освободить. Да, тут, кстати, и Квапе, и Беттику можно еще. Тоже Аганим шикарно бы заехал. У него уже есть единый Аганим. Есть, да, все, вижу. Беттику прям шикарно. Две цели сейчас цеплять очень нужно, очень важно. Но сам Алхимик пока... Сларк режет, очень сильно режет. А давайте статистику по урону посмотрим. Вот кто у нас в Глазиатрах сколько нанес. Мне кажется, что просто Селери может быть выше кого-то из коров по этому показателю. 43. Смотри, он выше Драчьё набил, выше Андерлорда. Ну, понятное дело, копьями. Когда тебя никто не бьет, просто стоишь и наяриваешься. Пьюра дэмэдж, да? Так, ну что там с мышкой? Совсем она отключилась с концами? Досадный момент для такой паузы, потому что может быть упущен момент для хорошей атаки. Приконите, в таком моменте прям у тебя батарейки садятся и нет батареек, чтобы заменить. У меня лично мышка еще месяц красным огоньком мигает, прежде чем окончательно сесть. От момента, когда вот она говорит, братан поменяет таблетки, до момента, когда она вырубится посреди катки, пройдет месяц. В общем, ты любишь мучить аккумулятор до последнего. Да, да. Но у меня не аккумулятор, у меня именно батарейки. Аккумуляторы, по-моему, быстрее сажаются, но зато их можно подзарядить, просто подключив мышку на проводную. Да, провод просто подключаешь, все. Но здесь с мышкой, возможно, какие-то проблемы с лишним кликом, знаешь. С учетом того, насколько напряженная катка, он мог просто проломить клавишу какую-нибудь. Ну, или, возможно, срочно оказалось необходимое время на передышку, и вот таким образом у него здесь... Вот, давай посмотрим. Реплейчик. Да, тут эйс в первом убили. А это вот эту пятиминутную драку нам будут показывать, да? Ну, где-то, где выиграли ребята из GG, мы снесли почти все стороны. Ну, круто все сделали. Ну, Топсон, то, что получилось добить, это был важный момент для команды Gaming Gladiators. То, что герой очень дамажный, очень плотный, и в него очень много бюрста вылили, и он без байбэка был единственный в команде Тундра. А вот здесь вот Ларк с Рамзесом, они могли просто уйти. Ну, или ладно, Фьюру мог просто уйти. Они уходили, на разворочек приняли решение. Рамзес, может, и не уходил бы, но у него байты есть. И Дуб еще не успел Рамзес накинуть на попу. Сразу. Ну, видишь, он тут долго себя искал. И Фьюру пришлось все кнопки вжать. Ну, в общем, такая драка здесь, мне кажется, немножко передайвили Тундру, но так или иначе, они после этого дали отпор. Инчеба маны побольше вообще, в принципе, вот пул, да, там, где-то в полтора раза, она бы всех в драке убивала бы в столах. Ее просто никто не трогает, наяривает. Включая и так невероятно сильная, мне надо подкидывать идеи. Да, 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 он просто наяривает. Сюда, сюда. Дум в итоге вейса полетел. А у Рамзеса, кстати, как там вообще обстоят дела с рефрешком? Наверняка у него... Сейчас глянем. Он в ближайших планах или уже есть? А вон, он показывает на втором экране, то, что у него БКБ, Пайп, Акторин. Нет рефрешера, и причем дальше он тоже не собирается, а нет, собирается как раз, да, рефрешер делать. Да надо, надо рефрешер, два дума обязательно. Два БКБ еще очень нужно. Хотя БКБ как будто бы здесь уже ничего не решает. Как будто бы тот второй дум можно в инчу кинуть. Как тебе? Я думаю, я вот пытаюсь обработать полученную информацию. Ну, один дум в алхимик, а второй в инчу. Мне кажется, прям вот идеально было бы. Мне кажется, что можно ни одного дума больше на алхимика не кидать. Уже, в принципе, все равно на него. Да не, ну не скажи, все равно наяривать знатно. Ну да, у него просто самая эффективная для дума пассивка с его ультимейта. То, что он регенит очень сильно, а дум запрещает регенит. Так, готово, даст угар. Да, поехали. Прикольно так огоньками. Все, поехали, наконец-то возвращаемся. Последние минутки. Ну и драка. Ну тут уже явно драки не будет. Она была бы, если бы не эта пауза. Но здесь уже точно надо перевести дыхание и заново собраться с новыми силами, со свежими мыслями. Ушел за пол. Ну тут уже кто-то может не в фокусе быть в моменте, накосячить как-то слишком критично. А сейчас такая стадия игры, что любой косяк может стоить тебе интернешнл. Да, там байбеки, по-моему, еще не успели открутиться. А давайте посмотрим на статистику байбеков. Сейчас очень важная информация, сколько времени у кого осталось до бая. Да, и нам... Ой, почти откатились байбеки гладиаторов. Остался только байбек на Квинне, до которого полминуты времени. Поэтому они могут дождаться этого отката и пойти ломать, пробовать. Или искать соперника. Хочется очень пиковка. А их до сих пор есть у нас у Квина. И смотри, почти все байбеки откатились у Тундры. 20 секунд тоже до Дума. Я не готова к Ле. Еще поиграем, еще повоюем. Ну, Тундры... О, нашли, нашли свой клад. Это так кому? Думу? Да, до 24-го. Ну тут почти 25-й будет, да. Ему надо. Ему надо. Ему надо. Тут всем надо. Уже скоро игра зайдет к тир-5 шмоткам. Может быть, пойдут в ход рапиры. Квинт вперед идет. Может быть, размен тронами увидим. Но пока это у нас самая огненная катка. На завершающих стадиях плей-офф у нас было все в счете. 2-0. И вот, наконец-то, не просто 2-1, так еще и с огромной борьбой. Третья карта. Как по-другому должно было быть в финальном дне? Это 2-1 вот эта серия и 3-0 финал, правильно? И мы будем говорить, что финал был сыгран здесь. Нет, 3-0 финала я почему-то тоже не жду, если честно. Хотя вот Liquid могут здесь оказаться такой лошадкой, которая по-быстрому прослась по Венраму, а потом вынесет любого, кто к ней в сетку запрыгнет. Гладиаторы же проиграли, да, в прошлогодний финал 3-0? Да, команде Spirit. Там все было довольно однозначно. Там легко, да, было. Праймовая форма Spirit, выигранный перед этим Риад, который заставил всех перестать сомневаться в силе этой команды. Ну и гладиаторы, которые весь сезон до Риад Мастерс были несломимы, но эти два турнира последних сезонов, и самых крупных, они не смогли дожать. И вот Pure у нас нулик делает. Также Аганим хочется съесть, чтобы освободить место для этого нулифайера. Но самое главное — иметь байбэк. В случае со Сларком байбэк может решить очень многое. В случае с Алхимиком нет смысла на него особо остаться. Хотя уже столько шмоток, что можно и без формы понаваливать. Да, из базы не могут выйти ребята из Сундры. Все отпушивают. Собирают эйс, получают, кстати, шарт. Они могут расставить фижен на всех подходах к своей базе, ждать, пока соперник не попытается выйти к ним, а он рано или поздно попробует это сделать. И пойти в трон, если получится выиграть драку. Отпушить сложно. Супер-крипы идут по двум сторонам. До мега-крипов их отделяет один барак, который тоже можно прощелкать, если слишком надолго с базы выйдешь. Еще один Аганим съедается эйсом. Рисует, кто у нас, Тофу. Еще нужно все подпушивать. Со всех сторон идут крипы. Я так понимаю, Рамзас купил себе рефрешер, поэтому на бае у него не осталось. Да, рефреш есть у него. Показывали уже. И 25-й поднял. 25-й, да, за счет этих двух руны. И там еще чуть-чуть подфармил. Ну все, сильнее уже некуда. Все на слотах. У всех много важных нопок. Каждый может решить исход битвы, друзья. Ну, сильнее можно стать на 60-й. Фух, ну давай посмотрим, какие у нас есть OP-шмотки. Самое ужасное для Рамзаса – это вообще прожить эту игру после 60-й минуты, потому что я думаю, что по максимуму будут брать зеркала себе. Да, зеркала. Мира Шилды – это одна из самых имп, которые там есть. Потом форс-ботинки, опять же. Форс-ботинки может тебе даже скорее Тундра захочет. Форс-ботинки. Форс-ботинки просто тебя слот освобождают. Это жесткий такой буст. 8 байбэков у нас есть. Ну вот теперь ждут до появления следующего Рошана. Это уже третий Рошан в этой игре будет. И до появления, соответственно, шмоток. Тир 5 уровня. Да, 4 минуты, я думаю, просто будут холдиться, добирать артефакты. Вообще ничего не будут придумывать. Пьюру в идеале бы получить себе пиратскую шляпу, чтобы увеличить свой атак спид, чтобы моментально набирать стаки. Потому что на стаках он становится непробиваемым и очень опасным. 30 ЛЛ скоро у него. Хотя и стегийский дезолятор смотрится неплохо. Потому что у него нет ничего такого, что уменьшало бы броню. Дезолятор можно какому-то таску дать. Потому что он как-то сварл с панча. Выдаст дебаф. Неплохой демедж. Ну еще 25 тысяч будет. И вот, отпушили линии у нас Тундра. И хочет навязать неожиданный для Глазиаторов бой. 9 байбеков. Ой, сейчас какой замес будет. Кого они найдут? Так, выпад. Нынчо. Вопак, вопак, вопа. Показалось. Отходит назад. Не успел до нее дойти Рамзес. И горит верхняя линия. Ты смотри, там куча крипов инчей. Я так понимаю, что она тролли туда со скелетиками позвала. На тусовку. Так. Не успел. Там как-то фейс-чекает просто. Пошел пьюр. Не рассчитывал на то, что получится взять. Ага, да. Самой нищий тролль. Пытается скипать пачки, чтобы дать сгореть последнему бараку. Ну там стемпкинг уже. Стемпкинг уже на месте. Вот с него один барак, а какая большая разница будет, когда он упадет? Все верно. Или, правильно сказать, если он упадет. Так правильный, да. Может вообще не упасть до конца игры. Ребята из GG могут урон потерять. Минута 30 у нас до Рошана. Такой, не знаю, важный Рошан. Мне кажется, уже плевать. Тут чисто байбеки будут решать уже. Это Игос. Не такая уже большая сила, как была раньше, как второй. 28 тысяч перевеса по золоту для глациаторов сейчас не играет никакой роли. Важно именно то, кто потратит байбеки и на что их потратят. И получится ли снести базу команде тундрам. На такой минуте уже 28 тысяч за одну драку отыгрывается. Да и уже, если честно, и Мегасы не скажут, что прям фатально мешают. Но они неприятные, опять же, потому что они себя просто не дают из базы выйти, что-то сделать. Но у нас лучше, если как-то прям совсем худо бараку будет. Там в целом есть гриф для того, чтобы его сейвить. То есть там нажать гриф и успеть отпушить пачку, которая его несет. Ну, GG умеет лейт играть тоже. Вспомни матч GG против Spirit. Это там, где они пытались закончить игру против Spirit. Там Дурачье на Вивере играл. Да, да, именно эта игра. И благодаря Giant Ring он в итоге смог закончить игру. Просто пошел бил в трон, а потом вошел в него на Giant Ring и добил его. И просто ничего не могли сделать Spirit, чтобы это остановить. Но они там бились об этот трон сколько? Раз в пять, наверное, шесть. Да, они там пытались гриф выбить. Вот как раз за счет того, что они выбили этот гриф, они смогли потом зайти через Макитам и забэкдорить нормально. Но конкретно в данном случае Глазиаторам придется придумать другой план. Все-таки здесь сложнее ситуация. Потому что у Вивера был аут в виде умереть об барак, а потом нажать байбэк, нажать ульту и вернуться прямо в трон. А герои, которые сейчас ими набраны, так не умеют. Так, у нас появился Рошан. Это раз, и через 40 секунд у нас появляются лесные артефакты. Вот он, Рошанчик как раз стоит. Показывает нам, отпушивает, продолжает отпушивать у нас тундра. Может, Дума опять медасик купит ради того, чтобы побыстрее выпить эти шмотки? Ну, как вариант, почему нет? Ну, все-таки им доступно не так много леса. Они могут слишком далеко зайти и погибнуть. Хотя прекрасно понимают, что Глазиаторы, если куда-то пойдут, то сугубо фитером и будут держаться очень аккуратно. Навязывают драки, только в которых уверены будут. И выходит у нас потихоньку Глазиаторы к Рошану. Нейтральные шмотки начнутся через 10 секунд. По лесам уже все распределились. Да, надо просто спотах быть, все-все выбить. Какой Вайтман пустой на фоне всех остальных по закупу своему? Аганим, Блинк и Форстаф. Очень дешево, но безумно сердито. Ну да, у него есть Аганим, у него есть Шарт, у него есть Форстаф, у него есть Дайггер. Все, что нужно. Что ему еще собрать? В принципе, все готово. А он диск вот собирает, и это будет хорошее. Линзу можно. Ну, Линзу уже не... Так, первое зеркало, второе зеркало. Сюда. Поехали. Ну, причем, смотри-ка, второе зеркало у нас Ларк взял. Но ему надо, ему нужно, потому что он тоже боится каких-нибудь бэтрайдеров. Хотя может, конечно, снять это все дело, но тайминг может оказаться неудачный для него. Форс-бутсы для Алхимика. И арморчик там, Арканист. Тоже Стэн Кингстер взял, по-моему, Топсон. Да. Жаль, что не Джайант Ринг. Еще одно зеркало. Выглядит круто. Поехали. Ну, Рамзес, держись. Форс-ботинки, зеркало. Форс-ботинки, зеркало. Это как раньше все брали экс-машину, помнишь? Экс-машину, да, имба вообще была. Если она попадалась в пуля, значит, надо брать. Потому что второго такого случая не будет. Ну, ничего, Арканист Ауэрмора у нас с Топсоном. Мне кажется, что Джайант Рингу он был бы доволен больше, но он мог просто не выпустить. Так, нужно добить. Ну, все, поехали. Отпушивать на топе надо вот эту огромную пачку, которая идет к этому несчастному бараку. Кстати, для Баттика неплохо. А один сирс-тоун на команду всегда надо брать. Да, цеплять будет хорошо. Подогоняем сирс-тоуном. Ну, и плюс это вижен дополнительный. Ну, что идут? Рошан снизу. А Топсон-то нет. Я думаю, что телепорт у него должен быть. Есть у него СТП. Пошли бить Рошана. Неужели они хотят без драки попробовать забрать этого Рошана втихую? Он с тревелами, я не знаю, просто первые, вторые. По-моему, первые. А, нет, вторые, если он прилетит на кого-то. Он прилетит на кого угодно, да. Так, видят. Так, и набрасываются на Квапу. Квапу привязали. Квапа нажимает БКБ. Она отходит. На нее повесили нулик. Слишком рано. Придется разрывать дистанцию. Лисейство Дастин Кингу тоже положено. Он прилетел. Он готов. Нет, только Нинча, только Нинча. Это таргет, конечно, будет долго забираться. Нинча еще выигрывает время. Топсон застрялся своим прокастом. У него не выходит выброс. У него на кулдауне и прыжок. И его стан. И теперь получается подкопать Квапу. Квапу проблемы с ХП. Квапа не выживает. И надо Байбек. Это 125 секунд на кулдауне будет находиться и респаун. Конечно же, столько времени у нее нет. Байбек есть. Летит обратно Квин. Проблема у Алхимика. Он Дум все-таки словил. Он его получил. Нужно его добивать. Нужно в него вгрызться. И погибает Алхимик. Выкупается на ульты. У него больше не будет. И БКБ тоже. Тофу держит, как может Топсона. Но Топсон на половине ХП еще. У него много возможностей в файте сделать, если только он выживет. Он не выживает. Нажимает Бай. Бай вместе с Рамзесом будет возвращаться обратно в драку. Погибает еще Байтмон. И Саксу не пощадят. Единственный, кто не тратил байбек из команды Тундра. Пока что это Сларк. Не получилось у них. Рошана надо скрестить. И драться дальше тоже не получится. Потому что надо отпушивать линии, которые. И так дали им слишком много времени для того, чтобы что-то сделать не база. Но вывели кучу баев. Да, у Тундра выкупил столько дуб. Да, да. Я думала, что все байбеки будут драться дальше. Но нет. Все-таки очень жестко у нас горит уже и дрон. Там пол-четыре вышки осталось его сейвить. И барак этот несчастный надо дефать. И все равно игра на Тоникова. Потому что именно трех байбеков нет у ребят из Саджи. Два из них это Коры. Это Алхимик, это Квапа. Если кто-то из них сейчас там умирает. То деф ты будет очень сильным. Даже с Аигасом. Даже с Аигасом. Игру эту уже нельзя будет выиграть ребятам из Саджи. Поэтому дурачей здесь нужно быть максимум осторожным. А вот непонятно, как быть максимум осторожным, если у тебя... Вообще-то перед тобой трон, его надо как-то снести. У тебя больше нет вариантов, как что-то соевого забрать. Тебе придется идти на вражескую базу. И противник оттуда просто так не выйдет. Сейчас будем смотреть. Игра здесь и сейчас может закончиться. Они идут воевать. Они идут за последним бараком. Ну что ж, получится ли героически как-то от дефт у команды Тундра? Или все-таки глазиаторы смогут дожать? Шансы-то все есть у них. У них хорошо накачанные герои, которые вышли в свой законный лейт. 64-й минуты игры. Полетел вперед Пьюр. Пока действует ульта, он в безопасности. Ульта заканчивается. Он пытается отпушить так же крипов, чтобы они не догрызли барак. Очень много всего Пьюр успевает сделать. И не чувствует уверенным себя в нападении. Детик ошибка от Батрайдера. Хотел зацепить Сапика, но закончилось это фатально для него. Он погибает. Байбек не нажимает. Понимает, что дефт придется на базе. И Квапа без Байбека может погибнуть сразу после выпадения Аегиса. Но есть портал, поставленный от Андерлорда. Через этот портал возвращается обратно Тофус Байбека. И кажется, драка еще продолжится. Пьюр ввезет Эйса в него. Набивает стаки. Стаков должно быть уже много. Проблема с Саксом. Он погибает с Байбека. И барак все-таки упал. Мега-крепы уже появились. И упала вторая Т4-вышка. Остается голый трон. Но все равно страшно глазиатам заходить. У них остался последний Байбек на Андере. И если они убьются, разумеется, Пьюр и компания пойдут прямо в трон. Но они знают, что нет Байбека у Таска. Опять же, да. Минус под сейв. Минус один герой. 4 на 5. Эта вся драка будет. И за счет этого им нужно сейчас здесь заканчивать эту игру. 100 секунд. 100 секунд. 5 на 4. Пойдут. Не помешает. И он может достаточно времени выиграть для того, чтобы его дождаться. Есть рефрешер, кстати, у него. Все может открутить себе блокенбар. Ультимейты. Все, пошла драка. Подождите к Андре Лорду. Ой, как его стирают. Как ему больно. Он лопается. Моментально нажимает свой последний Байбек в команде. И следующим кто будет? Возможно, даже Пьюр. Он прожимает рефрешер, прожимает БКБ. Можно драться с кем угодно. Но все цели разбегаются с под него. Пытаются его доджить. Затоджить его БКБ. И надо уходить на базу. Надо уходить назад. Минута времени до Тускара. Андер тоже без Байя остался. Сенкинг. У тебя половина ХП. Будь аккуратнее, Сенкинг. Там нет Байбек. А нет, там есть Байбек в ру. Там есть Байбек, поэтому... Ага, у него тоже Байбек есть. Все хорошо. У Сларка Байбек есть. Тоже. Но, кажется, придется нажимать его прямо сейчас. Сенкинг. Тоже можно добивать. О, как же ничего наяривает. У меня крепы уже со всех сторон сейчас будут заходить. Да, и постоянно будет у тебя проблема в виде горячего трона. Катапульты будут без перерыва его бить. Улетают на базу глазиаторы, чтобы заресторить свои ресурсы. И вернуться обратно к улогу. И у Рамзеса проблемы. Он оказался не в то время, не в том месте. Придется нажимать БКБ. И Лассо двойное последовало. Которое еще и Топсон зацепило. А Топсон, а получится ли спасти? Кидается на него Disruption. Погибает Рамзес без байбека на 120 секунд. Следующим будет уже и Топсон. И успевает забрать с собой Бэтрайдера. Но Бэтрайдер это Сапр. Там горит трон. Остается последний хп. Крепы его душат за всех сторон. Надо кому-то это дефать. И Шеден не справится. Он же не сможет катапульты не забрать, не отвлечь. Они будут бить. Но надо выиграть время для него. Как-то погибает Топсон. 100 секунд. И он возвращается обратно через байбек. И горят, горят, горят эти последние хп на троне. И получается его за деф. И все-таки вот эти крипы никак не отпушиваются. И что будут делать Лазиатор? Все кнопки потратили. Все байбеки нажали. Все байбеки, вообще все команды у нас нажали. Могут забагдорить на самом деле трон как-то через мог. Там хп вообще практически не остается. Багдорить может и не смогут. Потому что не стоит игнорировать ни Топсон, ни Старка. Они много уронов. Блокенбарг. Я не верю в такое, если честно. Но может быть. У хп не так много у трона. Иис всегда может поставить телепорт на любую точку карты. И вот это, я думаю, и станет решающим фактором. Да. Зайду в спину. Рапира. Рапира. Это, кстати, реально могут в трон пойти. Ну, надо бы. В шаге остаются гейминг-гладиатор от победы в этой серии, от выхода в гранд-финал. И так не хочется запороть этот шаг. Здесь это реально. У нас много было игрок, в которые перевес становился настолько большой, что математически уже дэмэджи никак не могло хватить. Никакого шанса на камбэк не оставалось. Но в данной игре это не касается. Сколько бы ни потеряли тундра, они еще могут отбиться за счет того, что у них есть огромный сладкий. Через хекс здесь можно попробовать как-то забрать. Нет, не хотят это делать. Ребята из GG. Очень, знаешь, так необычно видеть алхимика в такой долгой игре. Так редко они у нас появлялись и столько долго с ними карты длились. Тут алхимик уже, знаешь, не главная боевая единица, которая прям дэмэдж наносит. Гуд Тетенчан аяривает очень много. Тут Андерлорд, кстати, тот самый. Тоже очень много дэмэджа наносит. А прикинь, у него был бы аспект не на Некрачей с Твин Гейта, а на Клифф. Прикинь, как бы он здесь тоже еще раздавал. Ну да, кстати. В траке нормальные, такой халявный Батлфьюри. Да там этот Батлфьюри еще и на полкарты. Может быть. Так, Тарашана долго. Шмотки пятые есть. Мега-крипы есть. Вот, смотри, смотри, идут. Рисует прям в трон хочет. Гоглиф есть? Ну так хочется вот на верочку сыграть, дождаться появления байбеков. Но они понимают, что как только байи появятся у них, они появятся и у Тундры. И все, начиная с начала. Надо самим навязывать драку. Если бы у них был бы шанс напасть самим, они бы могли с легкостью себе гарантировать драку. Но тут ситуация, где тебе придется постоянно, неотрывно следить за... А вот и этот план через Твин Гейт. Ой, а там нет, там нет Глифа. Они сделали это. Это так должно было и закончиться. Могло быть намного раньше. Возможно, стоило, знаешь, даже просто стоять около трона тогда уж. Но все равно там скинуть к каждому потычке и трон упал. Классические ребята из Гладиаторов, которые любят так заканчивать игры. Мы только что буквально с тобой вспоминали игру со Spirit. И они это сделали второй год подряд. Второй год подряд команда Gaming Gladiators выходит в гранд-финал турнира. И там она столкнется с командой Liquid, которая пока выглядит просто непобедимой. Но Гладиаторы могут найти к ней подход. Радостные ребята. Клин, которые очень круто проводят весь этот турнир. Да и все вообще, в принципе. Не очень круто они стартанули турнир вообще, да, в группе. И в начале плова как бы не... Чуть-чуть постыкались, да. Ну да, не очень круто себя показывали. Искали свои вот эти стратегии, наработки. И под конец прям очень сильно разошлись. И заслуженный, заслуженный гранд-финал для этих ребят. Да, непростая была серия. Выложились на максимум Тундры. И все-таки Тобсон не стал трехкаратным чемпионом этого турнира. Не получилось у него дожать здесь. Но очень близкая игра была. Все шансы были. И решали уже такие макро-мувы, в которых Гладиаторы оказались чуть сильнее. Ну, дурачье рад, конечно. Хотя после такой потной катки хочется не час перерыва и басту в пять катать. Хочется отдохнуть хотя бы сутки. Но все равно молодцы. Молодцы Тундра. Опять же, с заменой дошли до топ-3, до Астакса. Великолепный тут просто турнир. Рамзес занял самое высокое место в своей карьере.